В центре внимания профилактика подростковой преступности. Юрий Коков провел совместное заседание Постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка и Совета по экономической и общественной безопасности КБР. С подробностями Беслан Судимов. В работе заседания приняли участие федеральный инспектор по КБР Владимир Канунников, председатель парламента республики Татьяна Егорова, премьер-министр Кабардио-Волкарий Али Мусуков, руководители судебных органов правоохранительных и силовых структур, главы городских и районных администраций, представители правозащитных и общественных организаций. В центре внимания вопросы профилактики преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, деятельность органов и учреждений системы профилактики безнадзорности в КБР, предупреждение уличной преступности и преступлений, совершаемых по бытовым причинам в состоянии алкогольного опьянения. Заслушав выступление прокурора республики Олега Жарикова, заместителя председателя правительства министра образования науки по делам молодежи Кабардио-Волкарии Нины Емузовой, первого заместителя министра внутренних дел по КБР Казбеха Татуева, начальника УМВД России по Нальчику Марата Гиграева, глава администрации Прохладинского и Эльбрусского районов Сергея Говорова и Казима Уянаева, Юрий Хоков отметил снижение уровня подростковой преступности по результатам 2014 года на 26,4%. Число краж личного имущества сократилось на 24,2%, грабежей – более чем на 60%, угонов транспортных средств и преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения – на 16,7% и 58,1% соответственно. Вместе с тем, подчеркнул Коков, благоприятная статистика не всегда отражает истинное положение дел. По официальным данным, 729 несовершеннолетних нигде не учатся и не работают. 285 детей поставлены на учет как употребляющие спиртные напитки, 35 из них систематически, 46 состоят на профилактическом учете в наркодиспансерах. Юрий Хоков высказался за активизацию мер прокурорского реагирования, более тесное взаимодействие надзорного органа и глав местной администрации в вопросах предупреждения подростковой преступности. Здесь не может и не должно быть узковедомственных подходов. У вас очень серьезные полномочия, надзорные. Я бы хотел, чтобы здесь тоже, потому что те полномочия, которые у вас есть, это, наверное, единственный орган, естественно, который может и осуществлять, и должен осуществлять и меры прокурорского реагирования, и надзора. Все вот эти цифры, мы с вами понимаем, что объективно не та статистика. И латентная составляющая здесь очень большая, поэтому нам надо это, конечно, учитывать. Остро стоят проблемы помощи семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. У нас много показателей, связанных с детской преступностью, отметил руководитель республики. Приняты сотни решений, а должного эффекта нет. Совбезу КБР, Минобру республики с привлечением депутатского корпуса и общественной палаты предложено выстроить систему согласованных взаимодополняющих мер, направленных на профилактику преступлений в подростковой среде. Цель не проводить какие-то форумы и обсуждения, а цель нам организовать эффективное взаимодействие с конечным результатом. Но механизм должен работать более эффективно. Серьезная озабоченность вызывает попрошайничество. Только с начала года по надчику зарегистрировано 257 подобных фактов. И хотя 80% детей приезжие, немало и тех, кто проживает на территории республики, в основном в Майском и Урванском районах, селении Нартан, Чигемского района. Вопрос очень серьезный, заявил Юрий Коков. Следует лицом повернуться к складывающейся проблеме. Рост раскрываемости подростковой преступности не должен заслонять главную задачу – уберечь детей от противоправных действий. За показателями необходимо видеть конкретного ребенка, семью, родителей. Говоря о криминогенной обстановке в республике, глава КБР отметил позитивные изменения по отдельным направлениям. Имеются положительные результаты в борьбе с пандподполем, работа ведется точечно и на упреждение. В то же время ослаблены усилия по противодействию уличной, пьяной и бытовой преступности. Количество преступлений, совершенных в общественных местах, с 2011 года возросло на 47,3%. Состояние алкогольного опьянения на 73,2%, в том числе на 31,27,4% в Прохладинском и Майском районах соответственно. Есть проблемы в Нальчике, городском округе Баксан, Баксанском районе. Обращено внимание на необходимость рассмотреть в соответствии с законом возможность привлечения к охране общественного порядка на добровольной основе граждан, профилактике правонарушений в студенческой среде. По результатам координационного совещания, с учетом прозвучавших дополнений и замечаний, принято развернутое решение.